Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Форстана в нашем регионе будет заниматься развитием территорий с особым экономическим статусом. Область рассчитывает на дополнительный рост доходов. Об этом заявил спикер законодательного собрания Владимир Быков. Он высказался в программе «Дневной разворот» по поводу намерения федеральных властей изменить схему распределения налогов между федерацией и регионами. Сейчас в стране только примерно четверть субъектов имеет устойчивые бюджеты и достаточные финансовые ресурсы. Власти считают, что распределение доходов в стране должно стать более сбалансированным, чтобы регионы были менее зависимы от федерального центра в решении своих проблем. По словам Быкова, речь может идти о том, чтобы оставить регионам от 30 до 50 процентов собранных налогов. Я думаю, что вот эта работа, она будет в 2018 году более такой активной. И уже при формировании бюджета на 2019 год мы, наверное, уже сможем увидеть те возможности, которые появятся у субъектов для решения своих задач. Проблем очень много, и мы должны откровенно об этом говорить. Вот мы получаем средства для строительства новых школ. Мы же должны вкладывать средства и в ремонт старых школ. Благодаря работе депутатов мы в 2017 году 60 миллионов на эти цели выделили. Но ведь на 2018 год мы опять эту цифру будем выделять из доходов, которые мы получим в 2018 году. Владимир Быков отметил, что дополнительные деньги могут быть направлены в первую очередь на решение социальных вопросов. Минпромторг России включил инвестпроект Вятского фанерного комбината в перечень приоритетных. Там Сегежа Групп, входящая в АИВК, а система планирует наращивать производство фанеры. И в результате его реализации годовой объем производства готовой продукции вырастет почти в два раза. К другим новостям. В Кирове обсуждается строительство экспоцентра. Вопрос поднимался во время визита в город заместителя гендиректора компании экспоцентр Владимира Губернаторова. По его словам, сейчас под эгидой Торгово-промышленной палаты России разрабатывается программа взаимодействия с региональными палатами. Те смогут получить рекомендации по проведению выставок и строительству зданий для подобных мероприятий. Современный комплекс – это значит комплекс, на котором есть все необходимые коммуникации для того, чтобы не только проводить выставки продажи, выставки ярмарки, но для того, чтобы проводить технологические выставки. Для этого должны быть подведены все технические коммуникации, соответствующая энергетика. Тогда и привлекательность возникает больше. Уже тогда и убеждать проще участвовать. И специалисты из других регионов приедут на такую выставку, если будут знать, что смогут сразу несколько предприятий посмотреть. Президент ВТП Николай Липатников отмечает, что региону подобный центр необходим, однако существует ряд условий, которые пока препятствуют его появлению. Это невысокий интерес предпринимателей к выставкам и отсутствие денег. Ранее ВТП хотела строить экспоцентр в сквере на Маркс и профсоюзной. В 2013 году его даже городили забором для подготовки к работам. Однако после протестов горожан решено было искать другое место. В 2015 году озвучивалась идея возвести выставочный центр на Щурсе-95. ВТП даже находила инвестора для строительства комплекса. Построить его хотели к 2018 году, однако проект так и не был реализован. Кировский предприниматель попал в число лидеров по работе с госорганами. В ТОП-15 ИП, заключивших за последние пять лет самые крупные госконтракты, вошел кировский ИП Дмитрий Колчанов. Он получил заказы на поставку продуктов питания в школы, детские сады, коми и Ямало-Ненецкого автономного округа на 700 миллионов рублей. Лидером стал рейтинг ИП Александр Шарков. Он поставляет резинотехнические изделия и металлопрокат для одной из дочек РЖД. За пять лет он получил заказов более чем на 3 миллиарда. Напоследок, коротко, несколько цифр. 3,5 миллиарда рублей вложили в строительство Мурашинского фанерного завода. 197 миллионов – это сумма госконтракта с федеральным предприятием «Речь вот путь» на строительство двух судов, который выиграл Сосновский судостроительный завод. Минимум 5 миллионов рублей потерял клуб Родина. Из-за передачи своего стадиона детской школе эти деньги приносили массовые катания на коньках. В завершение валютах доллар сегодня 58,56, евро 69 рублей 52 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.